Почва Алексей Николаевич Арбузов Драматург, никогда не затрагивающий в социальных проблем Очень талантливая и значительная личность в истории драматургии 20 века Да, он был театрален, мелодраматичен Но диалоги в его пьесах, это музыка Очень много поэзии было в тексте Любишь, когда идет снег? Да И я очень любишь? Очень? И я очень Пусть идет Пусть Он родился в 1908 году Отец его был банкир, который разорился Не принял революцию и эмигрировал, уйдя из семьи А его мать, Надежда Владимировна Демандражи, дворянка Не знала, как справиться с мальчишкой Ему было уже 13-14 лет Он бегал по улицам, хулиганил Попал в колонию Пришлось его освобождаться А мать все время болела У нее не было никаких сил, чтобы заниматься его воспитанием Его забрала к себе тетка, родная сестра матери Вера Владимировна И он жил у нее В Питере Он поступил в театральную студию народного артиста России Впоследствии Павла Гайдебурова И его жены, Надежды Федоровны Скарской Скарская была родная сестра Великой Комиссаржевской Я не был театралом Но все, что случилось в этот день Оно как перевернуло мою жизнь, мое сознание Я вдруг увидел, что такое театр Что можно сделать через театр Каким могущественным властелином может быть театр И если это так, то как же в нем не работать Вот место для меня Когда Гайдебуров узнал, что Арбузов, оказывается, пьесой умеет писать Гайдебуров пытался их ставить Но, к сожалению, все не имело никакого успеха Первый успех к нему пришел в 1934 году Когда он написал пьесу «Шестеро любимых» Сегодня она идет в Москве В филиале театра имени Маяковского А тогда она пошла по стране Не мучь меня Не мучь, не мучь меня Леночка Собежно Мне грустно Без тебя Ведь ты Без сна моя Радостная Он женился в 1931 году На прелестной женщине Она была актрисой Она играла в маленьких театрах То в Киншме То в Гродно Татьяна Евтеева Они прожили Вместе 6 лет Тихо Не мешайте спать граждан Они еще очень маленькие Это вы все выросли Стали большие И можете подолгу не ложиться спать А тут совсем другое дело Она родила ему двух детей Дочь Галю И сына Никиту Который умер Когда ему было полгода Создавался Союз Советских писателей Он подал заявление Чтобы его приняли в Союз Его приняли И он получил возможность Ездить в Ялту Где находился Дом творчества Союза советских писателей Он любил туда приезжать Особенно зимой В доме жили Паустовский Диодий Чулков Он дружил с ними А он в этот момент Начал писать новую пьесу Таня Он очень много читал В этот период Он воспитывал себя И организовывал себя И организовывал себя Он был человеком Для которого всегда Самое главное Это было дело И Никакие взаимоотношения С родными Даже с детьми Не занимали Такого места Какого в его жизни Занимал театр А тут ему повезло Он через Сергея Юткевича Познакомился С великой русской актрисой Марии Ивановны Бабановой Она была В поисках пьесы В поисках новой роли И он познакомился с ней И влюбился в нее В ее архиве Лежит довольно много Его любовных писем Она сохранила их все И она относилась к нему С необычайной нежностью Хотя Любви к нему У нее не было А теплота Была всегда Я ее благотворил с первого раза Как только ее увидел В спектакле Великодушный рогоносец Это была тогда еще Совсем молодая Мария Ивановна Бабанова Когда я ее видел первый раз Ей было 21 год С моей точки зрения Это было чудо Чудо до сих пор Непревзойденное И когда я стал писать пьесу Я все время думал о ней Как исполнительнице Главной роли Он часто ездил к ней на дачу Она сказала им Что ей очень нравится пьеса И начались муки Потому что все время просили Что-то изменить Какой-то пессимистический дух Находили цензов Очень много горя Слез Для актрисы Принесли все эти бесконечные Стычки С комитетом по делам искусств Было сталинское время И вдруг пьеса о любви Но все-таки спектакль был поставлен 10 марта 1939 года Режиссером был знаменитый Андрей Лобанов Премьера Таня была событием Событием Которое изменило не только жизнь Арбузова Пьеса, которая сегодня является Классикой советского театра Я помню в 60-х годах в Питере В театре Ленсовета Игорь Владимиров Поставил Таню С Алисой Фрейнлих Фрейнлих играла Виртуозно Анатолий Васильевич Эпрос С Ольгой Яковлевой Снимет фильм Таня Валентин Гапт Сыграет Германа Они говорили Очень хорошо Очень тонко А знаешь, Герман Мне всегда кажется Что я оставила детство Где-то далеко-далеко В другом городе Но оно не кончилось Оно продолжается там Но уже почему-то без меня А ты не жалеешь, что бросила институт? Ведь ты была бы этой-этой весной врачом А-ха-ха-ха-ха Ну вот Да нельзя же все время жить в моей жизни Ну в конце концов Это же Это же скучно Скучно? Кому скучно? А? Кому скучно? Бурачёк Кому скучно? Вот возьму И уйду от тебя И больше Никогда не вернусь А 31 января 56-го года Состоялся Тысячный спектакль Таня Бабанова была уже Очень немолода Ей было 56 лет Это был Какой-то Феноменальный успех За эти тысячи Раз Играли и другие актрисы Прекрасные актрисы Театра Маяковского Татьяна Михайловна Картова Галина Анисимова Вера Гердвих Но Бабанова С ее Уникальным Природным голосом Сказочным Волшебным И со своим умением Передать Драматизм И драматический мир Конечно Ее Затмить Не мог никто Она уговаривала его Что-то переделать Что-то сократить И давала ему Такие Ценные указания Что было бы хорошо Чтобы Был Короткий диалог Тогда он написал Замечательный кусок В финале пьесы Когда она Встречает Германа Вылечивает Его ребенка От его второго брака И собирается Ехать Нету текста У Арбузова Как Каковы будут Отношения Между этими Двумя людьми Входил Игнатов И говорил Сани вас ждут Да-да Надо ехать Отвечала ему Она Касалась его Лукой И проходила Мимо Было понятно Что она Не останется С ним Что никто Ей Не заменит Германа Это была пьеса О единственной Любви И о верности Этой любви Конец 30-х годов Был для него И радостным И горьким Радостным Потому что Была премьера Тани Потому что Это был Большой успех А горестным Потому что Разлажилась Жизнь Статьяны Алексеевны И кончилось Тем Что она От него Ушла Деньги Она получала Нищенский Он Не помогал Он Был Вообще Человеком Крайне Эгоистичным Скажем Его мать Была Психически Больна И Лежала В сумасшедшем Доме Подгатчиной А Тетка Вера Владимировна Писала ему Письма Постоянно Что Матери Плохо У нее Пролежни Что У нее Нет денег Ей Помочь Ты Сейчас Состоятельный Человек Таня Идет По всей Стране Неужели Ты не можешь Прислать Хотя бы Сто Рублей Писала Ему Вера Владимировна А он Молчал Мать Вскоре Умерла И Вера Владимировна Написала ему Довольно Резкое Письмо У нее Хватило Выдержки Перенести Все муки Которые Пережил Ленинград А когда Блокада Кончилась В 43 Году Вера Владимировна Умерла Он Он Только Поддерживал Отношения С другой Мамины Сестрой Инной Которая Была Актрисой Работала Тоже В маленьких Театрах Как смешно Володя Думает Что я несчастна Я счастлива Чем? Мне Ничего Ни от кого Не нужно А какое Это Счастье? Я узнала Я знаю Отчаянно Хочется жить Отчетливо Отчаянно Проклясть Суету Ясно Мыслить Ясно Поступать И во всем Давать отчет Самому себе И требовать От себя Ответа Еженощно Как Это как Молитва На ночь Татьяна Алексеевна Уздят Алексея Николаевича Впоследствии Стала женой Писателя Паустовского Была Очень счастлива Галя Арбузова Была Любимой Дочерью Паустовского Она Пишет Сценарии Она Создатель Музея Паустовского В Тарусе И она Следит За этим Музеем А Алексей Николаевич Остался Один Один он Быть не мог На Одну из Генеральных Репетиций Тани Студенты Театрального Училища При театре Революции Должны были Выходить И В этот момент Молодая Актриса Аня Богачева Чуть не упала И Выскочила На лестницу А на встречу Шел Арбузов Который Очень Игривый И веселый И сказал Значит еще существуют Девушки Которых Хочется Украсть Она ему Ответила Каким-то Очень Резким Словом И ушла Он женился На ней Вскоре И прожил С Анной Никифоровной 28 лет Она родила Ему Двоих Детей Дочь Варю И Сына Кирилла Я был с ней знаком Она производила Сильное впечатление Считается, что Примей он писал Гораздо лучше, чем без нее Потому что она критически относилась К тому, что он делал И не боялась ему ничего сказать Он злился Но выполнял Все то, что она говорила Еще перед войной Он вместе со своим другом Валентином Плучиком Организовал студию В которую входили Многие молодые писатели Исай Кузнецов Александр Галич Зиновий Герт Которого Арбузов Очень любил Арбузов мечтал О создании Своего театра И придумал пьесу Город на заре И каждый Из членов Этого Кружка Этой Студии Писал Отдельно Свои главы Свои сцены Поэтому все были потрясены Когда на сцене Вахтанговского театра Пошел спектакль Город на заре Было написано, что Автор Один Алексей Арбузов И Александр Галич Который был на премьере Он не подал Арбузову руки А он был уверен В своей правоте Потому что он считал Что если бы не он То никогда бы Эта пьеса Не была бы создана Когда кончилась война Студия Распалась В 1948 году Был арестован Очень близкий ему человек Александр Константинович Гладков Который был тоже Членом Арбузовской студии Вернулся он Не скоро И его возвращение Было радостью Для Алексея Николаевича С ним он дружил Он никогда Не говорил о Советской власти Он боялся Высунуться Потому что он видел Что происходит Был период, когда он почти ничего не писал Лет 8 или 9 Квартиры не было Они жили в коммуналке Надо было что-то делать И он написал пьесу Которую он стыдился Всю жизнь впоследствии Пьеса Которая как бы Разоблачала Запад Европейская хроника Шла в театре Вахтангова В 1952 году Пьеса Арбузова Имела очень большой успех На сцене театра Ленинского комсомола Пьеса называлась В годы странствий Не вытянуть ног Ты лежишь неудобно Кровать коротка Не на ней ли я спал Когда был ребенком Улягость бывала А ты одеялом прикроешь меня Присядешь на край И баюкаешь песней Или тихо рассказывать сказку начнешь А помнишь Бывало уедет отец твой В дорогу играем и мы И лучше всего Веселее ты помнишь Играли с тобой мы В лихого коня Еще бы не помнить Мы брали с собой кота И сажали его на чурбат И в соре море Замок волшебный По фьордам Неслись по дремучим лесам Ах, у тебя я Как будто на козлах сидела С вождями веревкой в руках Ты их распускала Как будто бы вихрем И впрямь вороной наш летел А меня заботливо Все окликало Нельзя в нуль Для него главная тема Была любовь Любовь, которая никогда Не может быть счастливой Так он считал И эта линия проходила Через многие его драмы А драмы и особенно мелодрамы Удавались ему лучше всего В конце 50-х годов К нему пришел колоссальный успех Он написал первую социальную пьесу Иркутская история Сегодня эту пьесу читать нельзя Героиня Валька Дешевка Одна из первых шумных ролей Юлии Борисовой Серегина, рабочего Играл замечательно Ульянов И очень хорошо играл Василий Лановой Я все время думаю о вас Хотя вы не знаете, кто я Вы неверно живете, Валя Очень неверно Без всякого интереса к тебе И к людям, которые вас окружают В наше время стыдно так жить Подумайте, как будет плохо Если вы поймете это слишком поздно Слыхали? Как слезно? А это кто же тебе пишет? Неизвестный благодетель Вы думаете, все, Валентина А вас и нет Дальше слушайте Опять вам пишу Мердитесь на меня, пожалуйста Мне кажется, вы очень одиноки Не меряйте с этим ни за что, ни за что, Валя Как бы я хотела вам помочь Ну что? Трогательно Верно, Сережа? Слушай, а Может, это тебе Баптиста сочиняет? А вот и последнее письмецо Эх, Валечка Солнышко мое Гоните вы к черту Вашего Виктора И выходите-ка лучше за меня замуж Ну ведь это не правда Не было такого письма А вы откуда знаете? Но Были поклонники Их было немало У другого спектакля Иркутская история Которая шла Театр Мельковского Иркутскую историю Поставила Хлопков Пьеса шла По-моему, в каждом Театре страны Ее даже поставил Топстоногов Хотя Низ Мактуновский Ни Доронина Не любили Ни этой пьесы Ни этого спектакля Сузбы Арбузовских пьес Очень разные Одна из самых интересных Его пьес Называется «Двенадцатый час» Это пьеса О конце 20-х годов О неподском времени Тогда Это оказалась абсолютно Конъюнктурная пьеса Сегодня Ты Видишь Сколько иронии У автора По отношению К молодым коммунистам И как его душа Вместе С Неповцами Это Оценили Англичане Первые Которые Поставили Двенадцатый час Имевший Колоссальный успех Арбузов Очень любил Бабанов И сохранил с ней Дружеские отношения До конца дней Он всегда хотел Написать для нее Еще какую-нибудь пьесу Он в этот момент Начал писать Новую пьесу Старомодная комедия Но Гончаров Главный режиссер Теата Маяковского Тех лет Был В очень Холодных Отношениях С Марьей Ивановной Она репетировала Без Гончарова С каким-то мальчиком Студентом Режиссерского факультета ГИТСа Это был Самый Настоящий Провал И после Третьего спектакля Она отказалась Это играть Гончаров Выпустил На сцену Сухаревскую И Тенина Ослепительно Игравших Эту пьесу Да Конечно Уже Некоторые Помогли Выткать Из головы Ладно Поверила И что Не говорите Вот эти Шиме Через тон Значительно Превосходят Ваши современные Танцы А почему же Вы так яростно Бороли с ними В свое время А? Кто же мог угадать Что они окажутся Такими пристойными Вы не слушайте Вы какой-то Танцевальный двурушник Честное слово Ну Ну вот что Что? Давайте с вами Поедем сейчас Куда? В Каунас Но Что? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Это может быть Дурное истолкованное Ну что такое Неужели мы В таком возрасте А вы думали Ну какое-то Опасное существо Да, но не для вас Вы забыли Что вы женой ненавистник Именно так Ну что вы Дальше есть на свете Женщины Которых Хоть в малейшей степени Я мог бы сравнить Нету их Они испарились Да, но и мужчины тоже Тех Кого можно было бы сравнить Тоже испарились Ну вот И мужчины испарились И женщины испарились Все испарились Вот ужас Да, но нам-то это безразлично Мы помним Что нас любили Именно так И нам этого достаточно Вы полагаете А вы Я? Полагаю Ну, Марья Ивановна была Человеком Конечно, очень разным И коварным И добрым И широким Но главное Что она была Сильным человеком Она решила Записать Самойловым Старомодную комедию Свою На радио И это было Абсолютное волшебство Как будто это был Другой человек Чем тот Которого я видел На сцене В чем была причина Бабанова Боялась старости Она ненавидела ее Она никак не могла Перешагнуть Через Границу возраста А на радио Она была Абсолютно свободна Она пела Она вела Диалоги В своей манере Необычайно тонко Лирично И весь мелодраматизм Пьесы Куда-то уходил Это была Другая Лидия Васильевна Не та Которую играла Сухарепская Это была Женщина Прожившая И пережившая Много драм И драматизм Он высекал Какую-то особую иску Это нужно людям Люди понимают Что хорошо И что дурно Нельзя воспитываться Только на попсе И на примитивных текстах Которым заполнены Сегодня Телевизионные экраны Парам-пам-пара Забыть пора Все наши ссоры И придирки Мы все добры Как детвора Мы все дружны Пока мы в цирке Ах, как умен Вот этот слон Как чудеса Неотвратимы Цирк любит нас Он в нас влюблен Пока мы в цирке Мы любимы Любимы Ах, что за номер Что за трюк Все спуталось И все смешалось Ах, что за труд Но этот труд Похож на маленькую шалость Недаром купол Так высок Здесь столько блеска Столько риска И свой прозрачный Голосок Дарует вам Одна артистка Когда Бабановой не стало Первый раз в жизни Арбузов, который никогда Не приходил Ни на какие похороны Пришел В театр Магяковского На похороны Марии Ивановны И горько плакал Старомодную комедию Играли в каждой Европейской столице Знаменитые актрисы Француженка Эдвиш Фейер На этот спектакль В Париже Попасть было нельзя А в Англии Прославленная англичанка Пегги Эшкрофт Играла совсем иначе Ему были интересны Те люди Которые связаны С его делом С театром Уже в 50-х годах Он подружился С Виктором Сергеевичем Розовым Я помню Свои собственные встречи с ним Я знал, что он Не любит современник А я современник Очень любил Но Ефремова Арбузов не любил А Ефремов Не любил Арбузова И причина была здесь Не человеческая А эстетическая А эстетическая Ефремов Не переносил Никаких сентиментов Арбузов не любил Открытую социальность Которой ему не хватало Романтики Да, я ухожу В сказки Я люблю сказки Потому что в сегодняшней жизни Лучше Жить в сказки И он писал свои сказки И сказки Старого Арбата Которые снял Савва Кулиш Скажите А вы совершенно уверены Что вы не фея? Нет, нет Наверняка Жаль В моем возрасте С феями Име дело безопасней Спокойней А вы очень старый человек Я предпочитаю В это не верить Плохо не то Что старость Подходит Пустяки Молодость проходит Вот что обидит Чем больше возникало конфликтов Тем больше он избегал Бывать дома И уезжал Арбузовы купили себе Кооперативную квартиру Кроме того Была дача В Переделкино Прекрасная дача Была такая компания Которая ездила На футбольные матчи Писатель Юрий Трифонов Сын Сергея Есенина Константин Есенин И Алексей Арбузов Они не могли пропустить Ни одного футбольного матча Трифонов Был в те годы Дружен семейством Арбузовых Потому что Анна Никифоровна Была очень дружна С первой женой Трифонова Известной певицей Большого театра Ниной Нелиной Арбузов Легко мог потерять друзей И в то же самое время Очень легко Сближался У него было много Просчетов Ему в Союзе писателей В свое время никто не мог простить Что он Проголосовал за Исключение Галича Из Союза Советских писателей Но он умел и дружить Я помню Как он дружил С семьей драматурга Штейна Александра Петровича Штейна И как он любил его жену Людмилу Яковлевну Необыкновенную женщину Память очень светлая Сохранилась о ней Как он увлекался Очень многими И Воманов у него было Много И в него влюблялись Потому что он был человек С которым было всегда Легко Он все еще производит Впечатление человека Который непрерывно идет в гору Но это обманчиво Его время прошло Лаврентий Егорыч Не таков Лаврентий Егорыч Его не подчинило время Человек Без возраста Это Прекрасно Если бы мне Это удалось Ну а Тамара Николаевна Интересная личность Не так ли? Интересная Нет Не знаю Она Несчастна Я люблю ее Анна Никифовна была в положении Мог родиться еще один ребенок Она этого уже не хотела Она не хотела Бороться За Алексея Николаевича Хотя любила его очень сильно И трагически Пережила его уход Он женился третий раз На актрисе театра Ленинского комсомола Витя Лифановой Лифановым прожил почти 20 лет Почти до самого конца Бешеный успех Имела его Великолепная пьеса Мой бедный Марат В Англии играли В 35 театрах Своего бедного Марата Гениально Поставил Анатолий Васильевич эпос С Якоблевой С Баруевым И Львом Круглым А я тебя люблю, Лика Окружающие Вы меня поняли? Тебе хватит действительно пить Зажим Итак, мы обсудили, что такое победа А теперь мы обсудим Что такое любовь Слово героя Советского Союза Мрату и встегне его Слушай, ты ведь болтаешь, болтаешь Уши вянуты Ага Ну, если хочешь знать Настоящий это мужчина И без любви может прожить Прекрасно А как стать настоящим мужчиной? Не надо Леонид Ну, запиши меня по субботам С трех до пяти Попробовать мне, что ли А я боюсь, что тебе-то ведь Ничего уже не попозже Ой Я боюсь, что ты забыл Я ведь потерял не правую А левую руку Ой Пустяки Аперкот Ну, нечего сказать Хороши Да, выпей чаю Ой Слушай, Леон Ты меня, извини Я что-то наболтал тебе лишнего Ну, ладно Ты тоже не сердишь А я не думал, что мне так повезет А чего? Первосортный удар, а? Ха-ха-ха-ха Вот дураки Сегодня мой бедный брат Идет на сцене Театра Моссовета Домогаров Лариса Кузнецова И Андрей Ильин Замечательный спектакль Тонкий Очень личный Лиричный Потом были жестокие игры У Захарова с Татьяной Догилевой В главной роли В конце жизни Когда он написал пьесу Победительница Ее играли в Питере Играла Елена Соловей Играли очень многие театры Арбузов ее написал К своему 75-летию И он эту пьесу Вручил режиссеру Которому он очень увлекался В те годы Адольф Шапир Он работал тогда в Риге В Театре юного зрителя Ему нравились его спектакли Он подолгу сидел в Риге Рижское взморе И Ялта Это были два места Где он проводил Большую часть времени Даже тогда, когда он был женат На Лифановой Он хотел быть один Он был человек Одиночка Ему было легче всего Самим собой Это великое достижение Наконец перестать быть женщиной Совсем Это вполне в духе Вашей славной эпохи НТР Знаешь, Марк Все может быть Даже то, что ты прав И все-таки Милый Постараемся забыть друг другу Все, что можно простить Я, наверное, никогда больше тебя не позову Он прожил Он прожил 78 лет Годы и дематурги Были вокруг него Казанцев Казанцев Оля Кучкина Аня Родионова Марк Розовский Людмила Петрушевская Олег Сосин Его сегодня помнят И его ученики И еще живущие на свете Его друзья И можно сказать Без капли преувеличения Что в новом веке От старого В драматургии Наиболее прочное место Заявовал себе Алексей Николаевич Арбузов Человек Который Трудно начинал И блистательно Кончил Свою Литературную жизнь КОНЕЦ КОНЕЦ